Хочется-хочется, но они такие клевые, улучшающие процесс рисования. Привет, друзья! Меня зовут Вика, я художник Вики Мир, и это видео я решила сделать о своих художественных хочухалках. Это не будет список о том, что там жизненно необходимо, это просто такие прихоти. Я решила сегодня рассказать о том, что я хочу купить, возможно, я это когда-то куплю, возможно, нет, потому что, по сути, это художественные приколюхи. Я подготовилась, я в телефоне в своем старом, записала себе список, поэтому я буду сюда подглядывать. Если вам интересна эта тема или просто интересен такой формат видео, продолжайте смотреть, возможно, вам эти вещи тоже покажутся интересными. И первое, что я написала в своем списке, это студийный Мольберт Трансформер. Мне очень они нравятся своим удобством, возможностью повернуть холст под любой угол, подойти к нему с любой стороны, опустить выше-ниже. Они занимают много места, но у меня есть в квартире студия, в которой я могу работать. Моя мастерская, это как бы не проблема. Они стоят много денег, и я, кстати, недавно покупала себе большой стационарный Мольберт. Я выбрала Лиру, потому что ее можно сложить, куда-нибудь задвинуть, куда-то убрать, как-то компактно двигать по квартире в другую комнату, если мне комфортнее писать в другом месте. А студийный Мольберт передвигать, ну, мне будет тяжеловато, они много весят, они громоздкие, но они такие клевые, и, возможно, я себе когда-то приобрету. Кстати, у кого есть студийный Мольберт, напишите мне, пожалуйста, удобный он или нет, довольны ли вы покупкой. Второе, что я себе написала, это дорогие масляные краски. Винсер Ньютон. Это те самые краски, которые, там, 500 лет не выцветают, не выгорают, не осыпаются, ничего с ними никогда не будет, стоят они, особенно с нынешним курсом валют, ого-го, сколько. Ну, это было бы интересно поработать такими красками. Я вообще сторонник того, что намного важнее техничность человека, чем то, какими он инструментами пользуется. Да, это, возможно, немаловажно, но если у кого-то нет возможности использовать те или иные дорогущие краски, кисти, то не надо лучше практиковаться, регулярно практиковаться, чем ждать, когда же я себе там куплю вот такие вот краски, и начну ими рисовать. Причем краски, мы же все понимаем, это просто расходный материал, который просто какими-то я коробками огромными покупаю, я думаю, его, возможно, тоже. И там потратиться один раз и купить, один раз и ими писать, так не получится, потому что они быстро закончатся. Следующая вещь, третья, о которой я написала, это огромные холсты. У меня, кстати, достаточно много, тут рядом со мной стоят холсты 50 на 70, у меня есть много холстов 60 на 80, хотела бы себе метровые холсты в большом количестве, регулярно покупаю, но хочется еще, хочется больше, метр на метр двадцать и так далее. Хочется писать на больших форматах, хочется, 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 но это опять-таки расходный материал, который стоит денег и покупается по мере необходимости. Следующая вещь в списке моих хочухолок, это керамическая палитра. По сути, она просто дорогая, красивая, ее приятно держать в руках, она особо не нужна, потому что можно использовать в качестве палитры чуть ли там не какую-то плотную бумагу, а если это масляные краски, то что-то ламинированное, чтобы она не въедалась внутрь, да, если это акварель, можно использовать пластиковые палитры и так далее. И это не предмет первой необходимости, но они тоже, они такие классные, особенно крафтовые, ручной работы, которые приятно держать в руках тактильно и испытывать удовольствие от взаимодействия с ними. Есть небольшие мастерские, где изготавливают такие палитры, и это частное штучное производство. От этого вот лично для меня вещь становится только дороже и приятнее. Следующая вещь в моих очухолках, это какая-то интересная одежда или костюм для рисования. Я обычно работаю в домашней одежде, просто стараюсь как-то аккуратненько не запачкаться или сразу все отстирывать, если у меня акрил куда-то там на меня попал, а не на палитру. Бывает, что, особенно если заканчиваются краски, выдавливаю, выдавливаю, они куда-нибудь там в глаз выстреливают. Короче, бывает все такое. Хотелось бы иметь, купить специализированный костюм, именно вот не старую одежду, какой-нибудь ольняной костюм, рубашка и брюки. Кто носил лен, ребята, вы, наверное, знаете, что удобнее на свете ничего нет, ни по сенсорному комфорту вот в плане тепла, ни по удобству движений. То есть в льняном костюме ощущение примерно как в спортивном костюме, но абсолютно другой внешний вид. И вообще мне нравятся натуральные материалы. У меня есть вещи из льна, но я в них не пишу картины. Ну, понятно, что жалко их использовать. И хотелось бы просто какую-то иметь специализированную красивую одежду, которая и в пир, и в мир, и в фотосессию можно с картинами устроить, и работать. Короче, такие у меня прибамбасы с желаниями. Следующая вещь более практичная, более понятная. И как бы я так и сделаю, когда мне такой материал понадобится. Я хочу четыре блокнота одного формата, в которых будет четыре разных вида бумаги. Одна, например, пастельная цветная, например, зеленая. Другая крафтовая, третья черная. Четвертая белая или, например, молочная. Блокноты для графики. У меня сейчас есть куплено отдельные листы, достаточно много. И я, если мне хочется использовать крафтовую или какую бумагу, я использую их. Но мне вот хочется, чтобы все организовано было в блокнотиках. Ну, понятно, что это такое желание, которое я выполню. Да и все, чего тут покупать-то их. Они же недорогие. Тем более, имеют практическую пользу. Я люблю вещи, которые нужны для практической пользы, а не просто для красоты, для тактильных ощущений, как керамическая палитра. Ну, может, вам такая идея тоже понравится, и вы купите впервые у меня такие блокноты. А может, они у вас есть. Если есть, напишите, пожалуйста, используете вы их или нет. Следующая вещь в списке моих хочухалок, тоже более практичная. Я регулярно это покупаю, но хочу еще и еще. Это рамки, багеты для оформления картин. Особенно, если картина отправляется заказчику. Я иногда оформляю, если мы договариваемся об этом. Но картин много, все требуют оформления, поэтому хочется еще и еще. Особенно, конечно, качественные рамки, багеты стоят подороже. Те, которые не с акрилом, а с настоящим стеклом. Те, которые не из пластика, а из дерева. Более стильные, с широкими багетами. С паспарту рамки. Вот я вот это вот все очень люблю. Я это покупаю. Хочу еще. Следующая вещь в списке моих хочухалок. Это всякие полки, органайзеры. Куда можно складывать краски. Я вообще люблю, когда мое пространство организовано. Знаете, там кто-то говорит, творческий беспорядок у художника. Ничего нельзя найти. Это не про меня. Я люблю, когда все на своем месте. Я не люблю что-то долго искать. Я не люблю, тем более, что-то терять. И не находить, и покупать эту вещь второй раз. Зачем это лишние траты? Я люблю минимализм, минимум вещей, чтобы все было под рукой. То есть, как бы в нужде мне жить тоже не нравится. Мне надо вещь, я ее покупаю. Но лишнее я ничего не люблю. И люблю, чтобы все было на местах. У меня подруга недавно купила такие ящики этюдные для хранения инструментов. Их же можно брать куда-то на пленэр. Они классные. Я себе тоже подумываю. Возможно, прикуплю парочку. Посмотрю, как будет проходить организация моей мастерской. Сейчас с мужем там делаем ремонт. Но об этом там будет отдельное ремонтное видео. Кому интересна тема ремонта или тема обустройства рабочего кабинета для художника. Я посмотрю, если у меня будет такая потребность, я их прикуплю. Следующая вещь, которая мне очень нравится, и в том числе как в интерьере смотрится, это всякие гипсовые штучки, головы, силуэты, тело человека, в том числе обнаженное мужское и женское тело. Это все прекрасно, это все красиво, естественно, это искусство. Мне нравятся головы, нравятся уши, носы, губы. Меня все это относит. В те времена, когда я училась в художественной школе, и понятно, что там в каждом кабинете и в коридорах все было в этих расчлененках гипсовых, в полный рост стояли Аполлоны, Венеры и так далее. И мне нравится вот эта атмосфера, у меня есть небольшая статуя Давида, и я очень люблю свои работы, если они небольшого формата, отфоткивать рядом с ней, ну потому что она небольшого формата, если ее там с чем-то таким поставить, то она совсем маленькая. Тоже, возможно, прикуплю для интерьера, но вот я люблю вещи больше практической пользы, хотя гипсовые штучки, это очень красиво. И две последних вещи, о которых я скажу, это стол художника или стол для черчения. Это чисто такое рабочее место, где надо чертить, рисовать. Оно не подойдет, например, для работы с ноутбуком, потому что там такая полочка. Это рабочее место можно повернуть вертикально, можно использовать его вместо мольберта, и я не вижу для себя лично практической пользы, потому что мне надо более универсальное рабочее место. Я работаю в диджитал, и я работаю с живым материалом, с акрилом, с маслом, поэтому мне удобнее отдельно иметь мольберт, отдельно иметь рабочий стол, на котором можно рисовать горизонтально небольшие форматы. Ну вы знаете, да, зачем вертикально вообще художники пишут, рисуют. Если графика, то рисуют, если акрил масло, то пишут, но вообще никакой разницы нет, мы тут не лингвисты. Да, вы же тоже не лингвисты. Какая разница, как что называть, главное, как что делать. Это небольшое отступление было. Если у вас достаточно большой холст, большой формат, то у вас получается, если вы расположите его горизонтально, то будет перспектива искажать пропорции, вы не сможете метровую картину изобразить ровно и аккуратно, все будет, вы, короче, попадаете в сетку перспективы, хотите вы того или нет. Поэтому пишется вертикально, чтобы художник мог видеть, как именно пропорции выглядят на холсте. И возвращаясь к столу для черчения, мне функциональнее иметь отдельно стол для ноутбука и для горизонтального какого-то рисования, создавания картин, набросков, скетчей. И отдельно иметь мольберт для больших форматов и для живописи акрилом маслом. И последняя вещь, о которой я хочу сказать, это всякие тумбочки для инструментов, которые ставятся рядом с мольбертом, под правую руку или под левую, если вы левша, чтобы там удобно было брать вам краски оттуда. Эти тумбочки имеют обычно выдвижные отделения и всякие там полочки, предназначенные именно для художников, где все по размерам совпадает с вашими художественными инструментами. Хочу напомнить вам, что у меня есть Pinterest-канал, где я показываю и свое рабочее место, свои рабочие инструменты, даже какие-то палитры, где можно вдохновляться, где я показываю себя в процессе работы или свои конечные работы. Подписывайтесь на Telegram-канал, там я выхожу на связь чаще, чем снимаю видео на YouTube. Спасибо всем за просмотр этого видео. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, какие предметы вы хотите купить. Все, друзья, на этом видео подходит к концу. Спасибо всем большое, всем творческих успехов, удобного рабочего места. Всем пока, до новых встреч!